О том, как им удается с легкостью перешагивать столетний юбилей, горных оксакалов расспрашивают давно. Но зачем идти в горы, если в Гродно живет Семен Феофанович Подофедов, который отметил свой 102-й день рождения и при этом является собой образец бодрости, трудолюбия и активности. Секрета из того, что помогает ему не просто так долго жить, но и чувствовать себя вполне бодро, он не делает. Всю жизнь я вел очень активную жизнь. Всегда очень много работал. Начиная с 18 лет. Мне помогала в области физической нагрузки дача. Дача 68-го года. Это постоянно все сам выращивал. Свежий воздух, овощи, фрукты всегда. В былые времена частенько утром бегал. Сейчас не бегаю, но физзарядка обязательно. Обязательно часовая физзарядка. Такого подхода, рассказывает Семен Феофанович, боялись и астма, которой он мучился больше полувека, и радикулит, который осложнял жизнь. Просто болезни отступили. Теперь из лекарств разве что капли для глаз нужны. Он охотно принимает гостей. Он глава большой семьи. Отец, дед, прадед и даже уже прапрадед. Чтобы отпраздновать дату, а после ста каждый год можно считать юбилейным, огромный клан, основателем которого можно считать Семена Феофановича, соберется вместе. И, конечно, как человек, начавший жизнь в начале 20-го века, он застал войну. И не просто застал, а среди прочих многочисленных наград имеет три ордена и две боевых медали. Он подполковник, он командир, воспитатель. Он вез за собой людей в бой, зная о том, что многие с этого боя не вернутся. На самом деле это дорогого стоит осознавать. Отдаешь приказ, и люди могут не вернуться. Это ответственность, ну, конечно же, порядочность и стойкость в принятии решений. Боевые ордена просто так не давались. За каждым орденом стоит работа, кропотливый труд, ну и, конечно же, героические поступки. Другой живой легендой города Гродно можно смело назвать Григория Исаковича Белевского. Ему 96. Военную форму он надел по воле печального случая в 17 и даже спустя 80 лет. Он в мундире, который ему очень идет. Григорий Исакович после войны служил на границе, ушел на пенсию пограничникам и с тех пор он любимый, уважаемый гость в Гродненской пограничной группе. Он всегда может рассказать истории о том, что пережил на войне. Поучительное, грустное, вдохновляющее или просто дополняющее представление о том, насколько страшным было 17-летнему парню в окопах. Рядом Дима Шубин, фамилия. Ему примерно 32-33 года. Он сам из Уральского города. Мы еще дружили даже. Ну, когда мы неоднократно падали и все, и засыпало нас, мы отрыхались. И друг на друга смотрим, живые или нет. На третий или четвертый раз он поднимает голову на меня, на седой, на моих глазах посидел. Ну, что-то, 32 года там или сколько ему было. Он старше меня, конечно, и так далее. Вот это надолго. Так мои сейчас до сих пор это в глазах. Я помню хорошо, как вот он. У каждого, кто сегодня уносит звание ветерана или участника Великой Отечественной войны, свои воспоминания о тех четырех годах. Объединяет их то, сколько боли, горя, слез, тяготы лишений, а также надежды и веры в победу у них было. И где бы они ни были в тот исторический день 9 мая 1945 года, момент, когда стало понятно, что победа, которую ковали и добывали вместе, случилась, каждый помнит до деталей. Григорий Исакович тогда уже был старшим сержантом, командиром разведотделения, охранял лагерь военнопленных в Венгрии. В ночь с 8 на 9 мая 1945 года увидели, что небо озарилось как днем. Решили, что это немцы. И вот мы пролежали всю ночь, пролежали у этого перекрестка, оборону заняли, начиная с вечера и до утра. Утром узнали, это оказывается наши артиллеристы. У них мощные радиостанции, и они по них по-чешски услышали и перевели на русский язык. Руда Армада, значит, Красная Армия, опрокинула Одру, форшировала Одер, забыла Берлин, овладела Берлином. Ну, сразу же это сарафанное радио, такое быстро распространяется. Вот и нам победа, победа. Тут, конечно, ясно, трудно передать, конечно, тут восторж. От 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года прошло 1418 дней. Сегодня в Гродно проживает 113 ветеранов, и каждый из них прошел это испытание, сделав свой вклад в победу. И пока они еще с нами, они могут примером своих жизней и подвига показывать новому поколению, что такое настоящее люди из стали. Илана Тапудила, Виталий Рубанов. Новости Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова